Какого хрена я плачу Газпрому за газ, добытый с общих наших недр? Трубу я сам тянул к своему дому и приплатил, чтобы не затронуть кедр, посаженный самой природной силой, и выросший на радость всем вокруг, там белочки играют над могилой почтенных пращуров, лежащих здесь не вдруг, а потому что головы сложили потомкам, обеспечивая жизнь. Они Сибирью земли прирастили, не думая, что выскочит сюрприз в лице Газпромов и других всякнефтей, присвоивших природные дары, жирующих и обнаглевших бестий, сосущих общие с земной коры страны, где стали нищими старухи. А деды умирают рано так, что внукам не знакомы даже звуки их голосов. Возможно, я чудак, что не желаю я платить Газпрому за то, что изначально есть мое. Тепло зимой подать моему дому, самой землей, созданное добро. Ведь в странах, где везде растут бананы, и солнце греет пальмы круглый год, совсем не там родились россияне, и там живет совсем другой народ, А мы родились там, где нефти много, и газом пышет русская земля. Так нам природа компенсировала манго, и то, что у нас лютая зима. Да, я готов оплачивать доставку того, что хоть мое, но далеко. Зачем вы на бензин подняли ставку? Теперь домой доехать нелегко. Ведь миллиарды тратят на рекламу чудного достояния страны, как будто газ возможно взять из ямы или купить за кровь у сатаны. Газпрому ну весьма нужны пиары. А может, просто отмывание бабла? Статнефти правда кормятся татары? Или все это вместе сатана? И сатана довольно изощренный, не только прихвативший все себе при жизни, обдирающий покорный народ, ни мне и ни тебе не то, чтобы копейки не давая, а жаждущий последнюю рубаху снять, бензина, газа, цены повышая, а ведь обязаны нам долю отдавать за недра и за подвиг наших предков, что не жалея жизнь и живота, не бросили сынам ушат объедков, а Русь создали под крылом Христа.